В Растихе назвали заявление ФБР о российских приложениях в Броссом. В Растихе назвали заявление ФБР о российских приложениях в Броссом 19.32.3.2019 года. Обновлено. 20.17.3.2019 года. AP Photo. Jenny Kane FaceApp. На экране смартфона. AP Photo. Jenny Kane. Москва. 3D-CREA новости. Информация о ФБР о том, что любое приложение из России собирает информацию для российских спецслужб. Это в Бросс и новая страшилка про русских, сообщил РИА Новости представитель Растиха. Ранее сенатора Демократической партии США Чак Шумер направил в ФБР письмо, в котором сообщил об угрозе национальной безопасности со стороны российского приложения. FaceApp. В ответ ФБР заявила, что такую угрозу создает любое приложение из России. Поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб. Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений, сказал собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что если всерьез говорить о безопасности софта, то специалистам прекрасно известно, где действительно зашиты главные опасности. В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям. Зарубежное программное обеспечение, которое используется в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, нередко содержит закладки, позволяющие осчитывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его. Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно, сообщил представитель Растеха. Предприятия радиоэлектронного кластера, входящие в госкорпорацию Растех, занимаются разработкой и производством программного обеспечения, которое в перспективе сможет заменить иностранные аналоги в критически важных отраслях промышленности. Кроме того, на предприятиях корпорации ведется разработка решений в сфере кибербезопасности.